Четвертое февраля 2007-го. Кемерово. Финал чемпионата мира по хоккею с мячом. Не все на 30-тысячный стадион попали. Билетов на финал в Кемерове за две недели до старта чемпионата мира уже не было. Но не увидеть такого хоккея они не могли. Сотни, а скорее даже тысячи засели у домашних телевизоров, встали у городских мониторов, разместились по кафе. Сегодня в Кемерове везде и для всех русский хоккей. Россия! 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 Эта минута ревевший все это время стадион на секунду затихает. Маркус Берглелл открывает счет. Но тут же вверх заражает. Россия никак нельзя, чтобы Швеция в России Россию давила. Долго не может отыграться наша команда. Атаки редки, не так остры, как хотелось бы. Недовольны трибуны. Клубные болельщики даже потихоньку на бильярд переключаются. Но таких единиц все больше народ в ожидании гола. Гол все-таки случается на 38-й минуте. Иван Максимов дальним ударом заставляет болельщиков реветь. Полегче уже. Хотя бы не проигрываем. Уходим на перерыв и думаем только об одном. Вперец, вперец. Один гол и все нормально будет. Еще один гол надо и все. Подача. Иванушкам. Игорь! Заведение с ума сходит. Это Евгений Иванушкин выводит Россию вперед. Что на стадионе творится, описать невозможно. Все больше и больше людей стягиваются к городским мониторам. Теперь главное не пропустить. Россия! 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 Не пропускает, отстаивает Россия. Счет скользкий, но уверенность какая-то появляется. А под конец матча у мониторов, в кафе, в домах, даже на скамейке запасных стадиона появляется ощущение счастья. Россия. Обухов. Забивает третий. Ура! 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 Россия! Россия! Последние секунды матча весь город вслух отсчитывает. 3-1. Это уже не финал. Это финиш. 3-2-1. Ура! Россия чемпион! Ликуют болельщики, ликуют игроки. Россия отстояла звание чемпиона. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Мечта сбылась. Вот это, наверное, главное. Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 проигрывает чемпионат по своему виду спорта. Не ругать шведов надо, надо учиться. В Швеции строятся крытые катки, у нас всего их два. В Швеции уже больше 10, они развиваются, развивают свою школу. А у нас очень тяжело развиваться, когда даже в Сибири минус 30 градусов, чтобы был какой-то рост, были полноценные тренировки. У нас этого нет, надо смотреть на шведов и стремиться к Сергей Щербаков, Никита Токарев, Infox. Ну а тут штрафной еще один российская команда зарабатывает. Максим Черных очень активен, в эти минуты уже третий раз на нем фалят финны. Передача налево, ну и вот счет в матче открыт. 1-0 в пользу сборной России, похоже, что не ждали финны угрозы именно оттуда. И когда штрафной разыгрывали, вот прозевали это подключение по All Crowd. Смотрите, следует передача, ну и да, удар с острого угла, очень, но под самую перекладину это Дмитрий Савельев. У Савельева первый гол на чемпионате. До финала держался, вот наконец забил. Кировчане преобладают поклонники Родины. Это пенальти. Это пенальти. Жест Арбетра совершенно недвусмысленный. Рязанцев прошел и уже, по сути, обыграл всю финскую оборону. И там прям вдвоем финны нарушали правила. Ну, один из этих игроков, а именно Хилтон, он отправляет сейчас на скамеечку. Но если 12-ти метро и будет забить, сразу же он выйдет на пол. Рязанцев будет бить. Сам же пострадавший. 2-0. 2-0 сборная России впереди. Ну и все по делу. Не сказать, что так прям улыбок моментов у российской команды, но они есть. И вот рано или поздно должны быть они вероятны, чтобы легче играть. Но вполне сами они это подумали. И вот смотрите, что происходит в результате. Сборная Финляндия отыгрывает один мяч. Да, и тоже это логично. Может быть, не наиграли еще финны на гол. Но ясно совершенно, что приотпустило вожжа российского команды. Забил Мико Лукарилла. Который, кстати, тоже очень неплохо себя проявил на этом чемпионате. Ну, как и вообще многие игроки финской команды прежде. Широкой публике неизвестны. У Лукариллы это шестой мяч уже на чемпионате. А два лучших бомбардира команды. Лаконом, Мико Риткиным. У них по 7 мячей. 1-2. Партнеры подстраховали. Двое вернулись. И в результате в четвером оказалось рассеяние в этой ситуации против двухкинских игроков. Ну, а это гол, пожалуй, что вратарствует. В дальний угол Юрий погребнул. с приличной очень дистанции мяч направил похоже не угадал сегодня с ротарем Том Эстерберг хотя, хотя, знаете, по-моему, рикошетик маленький был задел мяч ногу финского защитника или не задел ну, не дело в любом случае пропускать с такой дистанции ну, а погребной браво, что же, отважился на удар дальний Смешников ну, а рядом-то нет никого он тоже попытался на угловой наиграть в этом моменте но внимательно защитники действовали ну, а вот четвертый гол четвертый гол, ну, вот забил и Сергей Ломанов, наконец держали-держали его а тут, в общем, взевнули, можно сказать потому что, ну, как же так оставлять Ломанова не дает смотреть действительно просто позиционная ошибка игроков обороны Грановский даже и не сразу Ломанова увидел долго он там стоял, мяч просил получил, наконец, ну, и тут уже, так, на одном конке объезжал вратаря и одной рукой мяч в ворота переправил ну, а что бы было дал киперу все правильно пытался он выскочить навстречу тринадцатый гол, Сергей, на этом чемпионате 4-1 вот год назад-то в Москве команды эти один раз встречались на чемпионате 12-4 выиграла тогда сборная России вот, я думаю, эта статистика самая убедительная но, не говоря про счет, который становится 5-1 в полу в сборной России вот и с углового забили, наконец а то, что финны ни одного корнера еще не разыграли в этом матче показатель просто качества игры двух команд Захаров у Захарова четвертый мяч по-моему, все он забил именно после угловых и действительно на него здесь целенаправленно мячу направлял Михаил Свешников почти до самого конца кстати, Павел на ногах стоял и вот 6-1 6-1 и опять в неожиданном направлении передачу делает Михаил Свешников а бьет Юрий Погребной этот вариант с ними не просчитали вроде там штрафные закрыли все но не этого человека 6-1 и второй, кстати, гол Герия Погребнова в сегодняшнем матче смотрите, ни Савельев, ни Погребной два бортовых полузащитника сборной России до сих пор на этом чемпионате не забивали еще Впервые в Алматы с 29 января по 5 февраля 2012 года чемпионат мира по хоккею с мячом широкие возможности для спонсоров уникальный спонсорский пакет стань частью исторического события присоединяйся к команде спонсоров Добрый день на Медео последний матч чемпионата мира по хоккею с мячом ну и как это бывает обычно хоть и не всегда сборная России и сборная Швеции разыграют золотые медали но у него ушло на акклиматизацию ну и пока вот вот так случилось что из-за него только проблемы у шведов ну не из-за него конкретно а из-за человека который не включил заявку на вот шведская сборная открывает счет открывает счет ну и вот длинная передача из глубины и можно это назвать зевком российских защитников можно позиционная ошибка ну посмотрите вот здесь игрок с лету вылавливает мяч и остается один в один против игрока обороны причем тот уже ничем ему помешать не может ну и совершенно спокойно опускает мяч на лед Юхан Левстед и точно бьет мимо Романа Гейзеля вратарь тут помочь не мог свешников здорово один-один Михаил свешников причем ощущение что ему пробиться так и не удалось толком что у него пытались выбить мяч защитники а в результате он скользнул между ног у Бергового но перед этим то свешников четверых ну четверых точно и вот вот последнее движение вот перекладывает мяч свешников клюшечку у него немножко задерживают и еще еще одно касание он просто не делает мяч продолжает скользить по льду и ныряет в домик Бергвалу один-один 2-1 2-1 2-1 если только ворота раньше не были сбинуты но оба арбитра которые там рядом находятся показывают на центр а это значит что гол защита и этот гол на счету Евгения Иванушкина 12-й его мяч и догоняет тем самым он Бронникова с пучку новым смотрим как здесь ну что считал нет гол все мяч уже пересек линию ворот знаете на совести я думаю Энглунда тот вместо того чтобы попытаться как-то помешать Ивануштину сигнализировал арбитрам что было положение вне игры ничего подобного не было ну и вот и вот затем уже так а вот сейчас Роман поторопился сбросил мяч прямо на клюшку соперника и вот сборная России получает второй гол Юхан Эсплон забивает и Дани Андерсон ему ассистировал а Дани Андерсон получил мяч непосредственно от вратаря сборной России глупая ошибка и особенно в концовке тайма конечно обидно такой гол пропускать уже вроде ничто казалось не угрожало этому то есть минимальному но перевесу российской команды и вот вам пожалуйста немножко полидировать в счете но если Россия отыгралась довольно быстро то шведам понадобилось где-то минут двадцать наверное чтобы восстановить равновесие ну а выяснение отношений переносится на тайм второй пока у нас здесь на Медео перерыв отдыха и куда многие из гостей чемпионата успели съездить в пятницу кто-то кто-то и на лыжах катался и на сноубордах ну в любом случае все здорово отдохнули опасно 3-2 3-2 сборная России выходит вперед Евгений Иванушкин становится лучшим бомбардиром чемпионата выловил длинный заброс ну сейчас еще раз там покажут и совершенно неожиданной похоже была эта передача для шведских защитников кстати снег тут повалил вот буквально в перерыве еще спускался на улицу ничего там не было подобного мало того тут шведы даже похоже ему немножко помогли вот тут был маленький рикошетик и мяч Иванушкин опустил ну а дальше посмотрите одной рукой как он играет клюшка вправо и только бросается ему под ноги Бергвал немножко не успевает и Евгений Иванушкин закатывает мяч в чужие ворота 4-2 4-2 1 одинешенек там стоял Иванушкин на дальние штанги ну не знаю сколько секунд 10 и ждал пока ему мяч выложат на блюдечке сюда 4-2 сборная России выигрывает за полчаса до конца основного времени впервые сегодня перевес одной из команд в два мяча вот Иванушкин уже готов принять передачу кстати сказать Максиму то еще надо было позаботиться чтобы в офсайде не оказался партнер поэтому он сам доехал практически до линии ворот и уже оттуда вложил мяч в клюшку форварду великолепный проход Максимова а Евгений Иванушкин делает хет-трик и соответственно укрепляет свои позиции в бомбардирской гонке ну у него теперь 14 мячей в общем конкурентов особо и не остается из тех кто сейчас вот примеч свешников мяч подхватил но на этот раз не довел дело до удара шведы отвечают Мосберг поехал забивать и забил ну вот и Даниэль Мосберг отличился 4-3 становится счет и это опять все на очень-очень тоненького очень терпеливо надо сказать шведы ищут вот эти малюсенькие дырочки в оборонительных построениях российской команды но уж если находят то здесь с техникой тоже все в порядке едва не спас Роман Гейзель едва вот ну буквально чуть-чуть вратарю не хватило опуститься уже на пятую точку да мяч подним фактически проскочил опять перекрывал весь низ а верхом Мосберга уже бросать было неудобно потому что Мосберг так ну вот ну посмотрите словно под копирку Даниэль Мосберг забивает два мяча в ворота сборной России причем сейчас по-моему было ему тяжелее еще но тем не менее вот получая мяч на скорости заведомое преимущество имеет перед защищающим игрок и Мосберг сейчас этим преимуществом сполна воспользовался он проскочил мимо двух соперников когда они еще ничего не успели сделать вот он два движения а третий бежит на перерез защитник и не успевает это Юрий Викулин и вот теперь Мосберг бросил верхом потому что теперь верхом ему было удобнее 4-4 4-4 ну что же отыгрывалась сегодня сборная России а шведы вот сумели во втором тайме отыграть два мяча вот у шведов-то лидеры сегодня сыграли действительно в нужный момент в нужное время и Перхелмерс очень полезен сейчас причем как при оборонительных действиях так и при организации атак ну а Мосберг просто забил два мяча вот еще один гол сборная Швеции повела в счете и это отличился Даниэль Берлин 5-4 ну сколько буквально за какие-то 10-12 минут все перевернулось только-только Россия была впереди на два мяча а теперь уже один проигрывает ну удар конечно получился просто блистательный у Берлина его наверное тоже надо отнести к лидерам шведской команды в сегодняшнем матче вот наряду с Хелмерсом и Мосбергом тайм-аут сборной России еще долго там был удар по клюшке и должен был ставить пенальти финский судья удалась ведь атака хорошая опять Максимов кстати ее разогнал уже сам падая сделал передачу партнеру они там остались слева втроем против двоих шведов то есть увидим мы повтор этого момента но пока еще одна атака Ломанов и все и как раз тот момент когда Сергей Ломанов вкатывается в штрафную звучит финальный свисток Юйхи Матти Канни Айнена 5-4 сборная Швеции в финальном матче обыгрывает команду России возвращает себе титул чемпиона мира и кстати становится чемпионом в третий раз за последние четыре года вот как бывает в этой игре все в общем-то наоборот вопреки прогнозам шансы шведов котировались выше перед заключительным матчем в группе а там команда России победила довольно уверенно вот пожалуйста вам и шведские болельщики здесь следующий кстати чемпионат напомню пройдет в Венерсборде то есть на шведской территории и там тоже естественно хозяева будут фаворитами но сегодня-то фаворитами они не были вот по оценкам Уильяма Хилла посмотрел я специально перед матчем рубль 55 стоила победа российской команды в основное время а за шведов давали аж 3,3 ну что у нас сейчас будут чествовать победители ну впрочем как и проигравших которые завоевали серебряные медали я напомню кто забивал сегодня галлы Левстет у шведов открыл счет Свешников и Ивануштин вывели сборную России вперед и в концовке первого тайма Эсплант сделал счет 2-2 второй тайм начинается с двух голов Евгения Ивануштина который с 14 мячами становится таки лучшим бомбардиром этого чемпионата это ему не впервой у нас позиция старта вратаря за Романом Черных далее на бортах его борони Алан Жусой Дмитрий Савельев Юрий Виколин Павел Булатов Алексей Бушуев центральные полузащитники Катар Захаров Александр Тюкаин занимает опорную зону несколько дальше к линии нападения играет Максим Ишкельдин ну и пара нападающих такая же как и в полуфинале тоже это Сергей Ломанов и Евгений Иванушкен ну и присоединяться по ходу встречи уже к команде это Артем Бондаренко Юрий Шадаков Павел Рязанцев Сергей Шабаров Игорь Лоренов ну и в случае необходимости вратарь Кирилл Ковалько ну все у нас броском от ворот Андерсберг напомню самый опытный игрок по части опыта международного в составе шведской сборной ну а вот сейчас моментальный перевод мяча на нашу половину поля и счет уже открыт несогласованность между защитниками и вратарем сейчас мы лучше повнимательнее на повторе рассмотрим этот момент потому что что же именно там произошло так и для режиссерской бригады оказалось полной неожиданностью поэтому на слишком общем плане мы это все разглядывали и так длинный заброс вверх диагональ да просто виртуозно здесь сыграл один из шведских игроков принимавший эту передачу и потом уже ну вот снова ракурс с камерой на шлеме игрока часто баловали нас такими вот планами шведские режиссеры ну и новый угловой Максим Ушкельдин этот раз уже с левой стороны подает но когда тоже количество нужно переводить в качестве когда в финале это делать удар и гол вот наконец-то пошел угловой 1-1 становится счет на гол Даниэля Андерсона в самом начале восьмой минуты очень быстро нашелся результативный ответ у гостей так что все заново сейчас и все дивиденды от быстрого начала от результативного удара Даниэля Андерсона оказались сейчас соединены на нет нашим ударом в исполнении так если я все правильно разглядел Петра Захарова да Петр Захаров мощнейшим ударом на глазах своего клубного тренера Вячеслава Манкоса он играет зазорки но напомню Петр Захаров это сделал именно ему и принадлежит единственное взятие ворот российской команды 35-я минута ну а что будет дальше еще одного углового и снова гол ну что ж пошло-поехало с угловых самый нужный момент времени Евгений Иванушкин сейчас оказывается в центре массового ликования российской команды Иванушкин который ну не сказать что как-то слишком уж ярко отыграл матчи группового этапа но когда особенно нужно один из самых опытных игроков сборной России выводит нашу команду вперед сразу несколько человек махнули мимо мяча изображая удар имитируя атаку и тем самым несколько дезориентировали шведских обе игроков последний финал который был в Упсале вот как раз при его участии был и он был одним из лидеров виллы Лечопинской вот хоть и проиграли не тогда Сандуйкина сборная России снова снова атакует шведские ворота и 3-1 становится уже счет Иванушкин он все-таки забил свой гол я уже ничего не говорил я уже просто затаил дыхание замолчал с тем чтобы посмотреть что будет тем чтобы не опережать события и 1-3 становится счет не в пользу шведов выдержал длинную-длинную паузу Иванушкин и похоже противоход в ротарю попал посмотрим еще раз хорошая передача с фланга и да Иванушкин получает мяч в середине штрафной протащил обманув на противоходе одного из соперников два игрока очень точно таких шамсудовских традициях это Ренат обычно у нас любил одной рукой обыгрывать и передачи делать так а шведы тем временем забивают гол ну вот опять быстрый обмен забитыми мячами примерно то же самое мы видели в самом начале первого тайма а сейчас ну не в начале второго но опять же начинается столько его сегодня били что понятно что у у движения рук уже не будет такой четкости как допустим еще в первом тайме Ломанов хорошая передача выход один в один и 4-2 становится счет вот это как раз то о чем и говорилось как раз тот самый момент когда шведы играли без двух игроков как раз и возникли в эти самые моменты в эти самые мгновения дыры в шведской обороне которые ну в силу того что меньше людей на поле их соответственно меньше возможности излатать и вот как раз этой возможностью и воспользовалась российская сборная ждали ждали терпели очень ждали своего шанса не лезли не выдергивались не выбрасывались вперед бездумно а как снайпер в засаде досидели выгодный момент сложился они его реализовали численное преимущество на чужой половине поля использовали и пожалуйста получите распишитесь ну и жаль что мяч с плюшкой у него сваливается ну просто силы уже немножко не те да техника позволяет максиму накручивать соперников но надо понимать что ну руки не совсем уже так чувствительны как раньше а вот сейчас шведы сокращают разрыв до минимального и последние минуты будут крайне тяжелее патрик ниньсен вот наконец-то и он проснулся так наверное подумали сейчас большинство посетителей венешбург-арены но опять же еще один гол шведам предстоит отыграть мощный холесткий удар в дальний угол всю досаду за неудачно складывающийся матч видимо патрик вложил но и будет если постоянно будете из нее выходить но лучше не сделайте затяните игру лишний раз лишнюю возможность отдышаться дадите шведам и вдруг еще пандик удалится итак удар поворотом да похоже показывал судья два касания именно поэтому столько людей у нас было в стенке именно поэтому сейчас вот именно так наши пытались спастись от прямого удара но все все что хорошо то хорошо заканчивается сборная России становится так и Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок 19-й Янис Бекус, 20-й Люсидоровских, 21-й Игорь Ларионов, Тренистерский, штаб российской команды Михаил Юрьев, Андрей Пашкин, Павел Франц, Илья Скандаев, Евгений Иванович Кеннаджиев, Евгений Иванович Кеннаджиев, и так, друзья, волнительные минуты, предстартовые минуты финального главного матча 34-го чемпионата мира, который впервые в истории проводится в Иркутске. Евгений Иванович Кеннаджиев, на сияние на ваших экранах, слева в первом тайме, в красно-синий, в белой форме справа, в желто-синей форме шведы, и перты его коньки, клюшка и мяч. Ну а это Юрий Викулин готовится к отражению удара, подача, удар, и гол, но вот так шведы быстрее справились с волнением, четко заработали угловой, разыграли стандарты, открыли счет в сегодняшнем матче, 0-1, шведы повели за всю историю, сейчас мы посмотрим повтор, шведские болельщики радуются, конечно, здесь есть и шведские болельщики на трибунах. Итак, угловой. Даниэль Берлин, да, шестой номер шведской команды, один из самых опытных в составе седьмой чемпионат мира для него. Даниэль Берлин, 26-летний игрок московского «Динамо», трехкратный чемпион мира, но вот ответ на атаку российских хоккеистов, то, внимание, налет. Петр Захаров. Андерс Венсен, пенальти. Удар. Гол! Петр Захаров! 1-1 Все только начинается, друзья Шведы открыли счет, Даниэль Берлин И вот, пожалуйста, ответили россияне Посмотрим повтор Прекрасный, мощный удар Ну что тут мог поделать Андерс Свенсен? Да ничего! Великолепен в этом эпизоде Петр Захаров 29-й номер российской сборной Представитель Красногорского Зоркова 31-летний, это второй чемпионат мира для него Сравнивает счет 20-й номер неправ, Ульф Эйнерсон Заброс мяча в радиус Сергей Ломанов Удар, еще один удар Гол! Сергей Ломанов! 2-1 Как же здорово действовал в этом эпизоде Сергей Ломанов Нет предела радости российским болельщикам, которые заполнили трибуны центрального стадиона Браво! Браво! Сергей Ломанов! Великолепно! Подработал себе мяч Первый раз ударил на них Давайте посмотрим, друзья, повтор Смотрите, раз подработал Слету, второй раз слету Веси Леонардер Свенсен 2-1 Сборная России выходит вперед Капитан Капитан российской сборной Сергей Ломанов Забивает свой очередной мяч на чемпионате мира Смотрю я свои записи Семь мячей Закончил Сейчас Внимание! Бить не давать Гол! Неожиданно мяч оказался на клюшке у шведского хоккеиста Что Патрик Нильсон пробил Ну и вот в самый угол ворот попал мяч Не смог выручить свою команду Роман Черных Да, это Патрик Нильсон Патрик Нильсон все-таки забил свой мяч в финале чемпионата мира 19-й номер шведской команды Сравнивает счет Патрик Нильсон С развороту Но неожиданно, вы знаете, ведь спиной стоял к воротам Вот еще раз смотрим повтор Патрик Нильсон как-то изловчился, извернулся И все-таки пробил И попал в самый угол ворот Ну надо же, а? 2-2 Патрик Нильсон забивает свой восьмой мяч на чемпионате на нынешнем Ну а вообще на его счету 82 до нынешнего чемпионата было Значит 90 мячей Ну и кстати Патрик Нильсон мы заговорили А сейчас выход к воротам Удар Чуть-чуть не дотянулся Угловой будет О, можно играть Передача Удар по воротам Еще один и выскочил из ворот сейчас Андерс Свенсен забрал мяч в руки Ой, травму судья получил Требуется медицинская помощь срочно Ну надо же, а? Незадача какая? Остановка паузы в игре Сейчас окажут помощь Да, ну просит, да Требуется помощь, конечно, врачей Бригада скорой помощи подъезжает Да, конечно Как-то неожиданно Что случилось, а? С помощником главного арбитра Ну это эпизод, когда Андерс Свенсен выручил Ну и сейчас пауза Вновь Максим Ишкельдин разгоняет атаку российской команды Прошел центральную линию поля Передача вперед Евгений Иванушкин Можно играть Выход Удар Гол Евгений Иванушкин Ты сделал это, Женя Молодец 3-2 3-2 Евгений Иванушкин выводит сборную команду России Вперед В многострадальном матче Да, друзья Какой же напряженный, упорнейший сегодня поединок Евгений Иванушкин приветствует болельщиков Просит встать Они уже стоят, Женя, на трибунах все Российские болельщики Поддерживают сборную команду России Которая выходит вперед Мы смотрим повтор Бессилен Андерс Свенсен Все четко разыграли эту комбинацию Хоккеисты сборной России Максим Ишкельдин Сделал передачу на Евгения Иванушкина Евгений Иванушевский Внимательней Отбились Хороший на мяча Заброс мяча втрафную Роман Черных Спокойней Спокойней Вот спокойней Я же говорю Будут шведы провоцировать Надо успокоиться нашим хоккеистам Успокаивает помощник Главный арбитр Тихо-тихо Правильно Смотрит арбитр На свой секундомер Я смотрю на Романа Черных Но прежде всего На главного арбитра Сегодняшнего матча Последние секунды уже идут Роман Черных Рома Бросай туда подальше Нет еще свистка Матч продолжается Пока не будет финального свистка Всем играть Всем внимание Сейчас шведы торопятся Поднята рука обитра Там нарушение Сейчас будет удаление Нарушены правила Игорь Ларионов нарушил правила Но надо скорее Скорее покинуть поле Хотя зачем торопиться-то Игорю Ларионому Куда торопиться Нет поднята рука обитра Не будет удаления Должен Игорь Ларионов Подальше отойти Ну сейчас шведы уже все Пошли вперед Все-таки удаление Да Игорь Ларионов удален Покидает он поле В меньшинстве наше Сейчас будет заброш Страфную площадь в радиус Повнимательнее сейчас Очень аккуратно Летного мяча надо будет принимать Что не будут Заброс делать Откатился назад Даниэль Берлин Хочет получить мяч И вкатиться На половину поля Российской команды Ждем мы Смотрит на секундомер Арбитр Разыграли шведы Да Длинная диагональная передача Вперед Смотрю я за арбитром Максим Ишкельдин Заброс мяча в штрафную Борьба за мяч Выбить Выбить мяч из штрафной Ребятушки Ну 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 Да что ж Борьба за арбитр Мы поздравляем Мы поздравляем всех болельщиков Российской команды В тяжелейшем В труднейшем матче Сборная команда Российской Федерации Становится чемпионами мира Восьмикратными Чемпионами мира Впервые Чемпионат мира Проводился в Иркутске Ну и главные Участники Чемпионата мира Это конечно болельщики Огромное спасибо болельщикам Всем тех Кто приходил на стадион Поддерживал все Сборные И сборную Сомали И сборную Германии Дебютантов чемпионата Все сборные Все болели У каждой сборной Были свои болельщики Ну и молодши шведы Молодцы Покатили Поаплодируем мы тоже здесь В комментаторской кабине Аплодируем Шведским хоккеистам Большие они мастера Мирового бенди Ну а теперь внимание Сейчас Тут пока шведов Приветствуют уже салют Главная Главная Команда нашей страны Победила Россия чемпион Встретимся на хоккее С праздником Россия Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok